Аптеки нет, а пациентов медики принимают в помещении бывшей квартиры. Такая обстановка сложилась в микрорайоне Таёжный. Это часть Комсомольска-на-Амуре, но до городских удобств его жителям еще нужно добраться. Удаленный микрорайон посетил заместитель председателя краевого правительства Евгений Никонов. Тему продолжит Антон Петрович. Здесь вам комфортно? Да нет, конечно, куда? Здесь утром приходишь, тут человек 40 в этой кабинете. Вот здесь человек 40 находится, да? К фельдшерско-акушерскому пункту в микрорайоне Таёжный в Комсомольске приписано 2200 взрослых и 800 детей. Прием пациентов проходит в бывшей двухкомнатной квартире. Здесь же расположен прививочный кабинет. Кроме вот этих двух комнат ничего нет? Здесь нет. Ну, вот вы, видимо, проезжали, возможно, в 10-ю поликлинику. Это три остановки от микрорайона. Сейчас администрация города ищет новое помещение для ФАПа. По словам врачей, для нормальной работы им необходимо минимум 120 квадратных метров, а лучше 150. Если нам найдут площади, ну, скажем, хотя бы во взрывом будущем, там, в ближайшие 3-4 месяца, то я думаю, что с учетом необходимости выполнения ремонта, к сентябрю мы смогли бы что-то предложить жителям. Еще одна старая проблема микрорайона – здесь нет аптеки. Даже за обычными таблетками от головной боли местным жителям приходится ездить в город, а это почти час на автобусе. Мы здесь 10 лет уже живем. Она, наверное, в первый год нашей жизни здесь была, и все, ее потом убрали. Сказали, что нерентабельно. Желательно, чтобы была аптека у нас. Если вот такая необходимость, там бывает, что в город не поедешь лишний раз, конечно, хотелось бы, чтобы здесь самое необходимое хотя бы. Открыть аптеку в Таежном готово краевое предприятие «Фармация». Помещение будут арендовать у местного предпринимателя. Осталось только договориться о цене. Если все пойдет по плану, то аптека начнет работать уже этой весной. Там будет маленький аптечный киоск, будут витринки, и будут, соответственно, медикаменты минимального ассортимента и необходимые такие острые, нуждающиеся. Широкого ассортимента мы там, конечно, не обещаем, потому что места не так много, но все необходимое будет. Также Евгений Никонов побывал на улице Пирогова. Здесь, по предложению городских властей, должен появиться сквер медиков. Средства на его обустройство город получит по национальному проекту «Жилье и городская среда». На бывшем пустыре высадят молодые деревья, а в центре сквера установят памятный знак врачам, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса.